Это проект стартап KZ. Несколько месяцев мы рассказываем о казахстанских стартапах, меняющих нашу жизнь. Некоторые из них уже стоят миллионы долларов, другие только в начале своего пути. Но мы уверены, в будущем эти проекты будут стоить гораздо дороже нефти. Сегодня мы не будем рассказывать о конкретном стартапе, мы расскажем о тех, кто остается за кадром. Бизнес-ангелы, инвесторы, они рискуют и вкладывают деньги. Выгодно ли это? Не проще ли сдавать те же квартиры в аренду? И сколько нужно денег, чтобы стать венчурным инвестором? Эти вопросы мы обсудили с действующими бизнес-ангелами и экономистами. Инвестирование – дело рисковое, а инвестирование в стартапы – это рискованно в разы. Скажите, кто в Казахстане готов инвестировать в стартапы? Кто эти люди? Не только в Казахстане, но и во всем мире люди, которые инвестируют в стартапы, так называемые венчурные инвесторы. А если мы из этого списка уберем так называемых институциональных венчурных инвесторов, то есть большие фонды, и оставим именно бизнес-ангелов, то это люди, которые хотят, наверное, закрывать свои три потребности. Первое – это, конечно же, вопрос прибыли, потому что высокий риск означает высокие доходы. И люди, которые умеют рассчитывать риск, которые идут на определенные шаги для того, чтобы увеличить свой капитал – это вопрос прибыли. Второе – это вопрос причастности к чему-то новому, технологичному, к чему-то, что меняет мир, какие-то устройства, облегчает жизнь людей, снимает какие-то боли. Вот можно за небольшой чек, получается, быть причастным к тому, что этот стартап-проект не мог бы, наверное, достичь такого уровня и стать таким крутым без, там, условно, твоих денежных средств. И третий вопрос – это, наверное, по себе могу сказать, когда вы являетесь бизнес-ангелом и вкладываете разные стартап-проекты, потом получаете от них отчеты, у вас там могут быть там ежеквартальные или каждые полугодия какие-то звонки и так далее, и вы начнете, так сказать, ощущать в себе вот эту вот новизну, то есть такое, знаете, держите себя в тонусе. Поэтому могу сказать, что кто эти люди? Эти люди не сколько прямо такие безбашенные авантюристы, это люди, которые умеют рассчитывать именно вот соотношение риска и доходности. Просто люди, которые решили на каком-то определенном этапе вот своей жизни начать какую-то другую деятельность. Допустим, я основную часть своей жизни занимался традиционным бизнесом. И на каком-то этапе? Ну, ресторанным. Ресторанный бизнес. Развивал сеть, батерей. Ну, до сих пор продолжаю развивать, не остановился. Это основной источник доходов, который у меня есть. И затем просто вот стало интересно заняться чем-то другим. Принцип заработка в венчурном бизнесе – это то, что должен быть большой широкий портфель. Один-два проекта – это очень большой риск. То есть должно быть как минимум 10, прям самый минимум. Когда портфель набирается, допустим, 10 проектов, то там уже действует примерно такой принцип статистики, что вот два проекта выстрелят, семь накроются, один будет болтаться там ни туда, ни сюда. И вот эти два или один даже, который выстрелит, они должны все покрыть, все убытки, и плюс еще что-то принести. В какие стартапы вы финансировали и сколько? В среднем у бизнес-ангела в портфеле по-хорошему должно находиться где-то от 20, ну, от 10 и выше стартапов, до 20, а может и больше. В моем портфеле сейчас находится 6, и я сейчас в поиске дополнительных проектов, чтобы увеличить свой портфель. Я, моя сфера, для меня интересная сфера инвестирования, венчурного, это искусственный интеллект и машинное обучение. Сколько сейчас в вашем портфеле стартапов? Ну, два только. Что это за стартапы, как вы их выбирали? Первый – это educational, такой, educational, образовательный стартап. Он в Индонезии сам находится. И второй – это тоже edtech, тоже образовательный стартап. То есть я не специально их выбирал так, что вот они образовательные. Это не то направление, которое, допустим, я хочу или люблю. У меня разные в планах, а в разные инвестировать. Но так получилось. Просто вот фаундеры понравились, и поэтому зашел. Как я их нашел? Через клубы. То есть я индивидуально не инвестирую, потому что у меня опыта недостаточно. То есть это первое. Второе – я не хочу особо так вот прям вдаваться в сделки, там, разбираться, время тратить. А клубы, они уже предоставляют, вот, как бы. В моем портфеле пока только зарубежные. Скажем так, в основном это американские стартапы. Почему? Ну, потому что я смотрю разные, скажем так, пайплайны проектов, и на сегодняшний день, скажем, в Казахстане у меня еще, как бы, ну, еще не увидел или не увидел возможность ложиться, или не увидел, скажем, потенциал, потому что потенциал, скажем так, экспоненциального роста. Почему в вашем портфеле нет казахстанских стартапов? Нет, потому что так сложилось. Из казахстанских стартапов был Изитап, и этот стартап мне очень понравился, я в него зашел сначала. Даже не зашел, а как бы коммит сделал, что я вот готов зайти. А через какое-то время фаундеру деньги не понадобились, и они заявку отозвали. Сколько вы инвестируете? Минимальный чек 10 тысяч долларов. Можно больше. Там есть вот условия, что вот от 10, а дальше там по желанию, допустим, стартапу надо там 500 тысяч. Вот все, вот в рамках этой суммы вот можно хоть 100 тысяч закинуть. У меня просто нету. Ну, и даже не то, что нету, а опять же надо не все свои деньги вкладывать, а там какие-то 10%, например, 15%, не больше, чтобы если потерять, ничего не произошло. Одним из критических факторов, когда инвестор принимает решение инвестировать во что-либо, является его знание этой индустрии, знание рынка, знание компании, знание каких-то конкурентных преимуществ. Если инвестор хорошо знаком с рынком Казахстана, он знает, что работает, что не работает, то ему будет выгоднее инвестировать, я думаю, в пределах Казахстана, нежели он будет искать данный инструмент за пределами страны. Ключевыми такими факторами, на которые ориентируются все венчурные инвесторы, являются прежде всего сами предприниматели, прежде всего тот предприниматель, кто во главе, глава стартапа, и та команда, которую он сумел вокруг себя собрать, это либо сооснователи, либо, допустим, сотрудники в найме, но обладающиеся какими-то исключительными компетенциями, потому что в процессе реализации стартапа и превращения него в быстрорастущую компанию может поменяться все, что угодно. А продукт, конечно же, будет не такой, какой первоначально задумывалось. Соответственно, рынок может тоже немножко поменяться. Но вот именно эта команда и сам основатель – это то, что инвестор, как правило, не может уже изменить, поэтому прежде всего он инвестирует в того предпринимателя, в которого верит, который свернет горы, который будет, несмотря на все трудности, воплощать эту свою идею в жизнь и так или иначе приведет, в конце концов, этот стартап к большому успеху. Второе, наверное, это рынок. Насколько он большой, насколько большую проблему так или иначе стартап решает, насколько интересное, конкурентноспособное у него решение. Вот это сочетание команды, рынка и продукта, который обладает какими-то конкурентными преимуществами, это, наверное, ключевое при выборе. Все остальное – это определенные детали, которые важны, но немножко второстепенные. Много лет назад, допустим, или несколько лет назад даже, вход в какой-нибудь крутой стартап, который имеет мировой потенциал, можно было оценивать для бизнес-ангела. Он мог стоить от 100 тысяч до 500 тысяч долларов. На сегодняшний день самые разные сообщества, синдикаты бизнес-ангелов, разные лид-инвесторы, венчурные фонды дают возможность, чтобы вместе с ними туда заходили частные состоятельные лица со всего мира, которые могут, скажем, подтвердить источник своего дохода, которые могут подтвердить некую свою компетентность, заинтересованность в этих проектах, которые могут зайти, допустим, с чеками в среднем 20-25 тысяч долларов. И вот представьте, нужно было собрать там 500 тысяч долларов от синдиката бизнес-ангелов, раньше это мог сделать один человек, сейчас могут сделать по 25 тысяч 20 человек. Теперь представьте, вы вложили в ту или иную компанию, ну, потенциально, в тот или иной проект, там, 20 тысяч долларов. И в моменте вашего входа он стоил миллион долларов, понимаете? Это ваша там, условно, очень маленькая доля, и от того, что она превращается в традиционный бизнес, у нее линейный рост, постепенный, понимаете, она будет как бы 10-20 лет эту компанию, как-то, свою строить, будут какие-то там доходы и так далее, но на ваши 20 тысяч долларов эти дивиденды, ну, они, это, конечно, хорошо, это лучше, чем ничего, но это не суть венчурного инвестирования. Венчур, это же, как переводится, риск, вы рискуете, вы идете на высокий риск, практически, ноу-нейм компанию что-то вкладываете, для того, чтобы он сделал экспоненциальный рост, то есть огромный рост. Большой риск, но и потенциально большая прибыль, а у традиционного бизнеса такого не получится, то есть это, я не знаю, зайти там в сеть барбершопов, например, они не будут так быстро развиваться, они будут очень медленно и очень долго, и в каждой надо будет инвестировать, и опять же, столько не заработаешь, там, ну, сколько там дивидендов. Мне так много хочется, хочется, чтобы много и сразу был такой PayPal основал, и который вложил там, я сейчас точно не помню эту цифру, там, 500 тысяч, что ли, 100 тысяч долларов, не помню, и потом сразу же, когда Facebook выстрелил, он в Facebook вложил, то он миллиардером стал. Это может выглядеть как лотерея, но если подойти к этому правильно, то есть есть успешные инвесторы, которые из года в год выигрывают. То есть если в лотереи это просто удача или неудача, то все-таки в финансах, в вечерном инвесторе и даже в обычном инвестировании есть люди, есть инвесторы, которые из года в год приносят очень высокий доход своим вкладчикам. У нас есть два явных стратегических инвестора, которые, скажем, мониторят рынок и выкупают. Это Каспий и Фридом. То есть все слышали про историю, как Сантуфей выкупил Каспий, Чоко Тревел выкупил Фридом, ну и так далее. На казахстанском рынке такие сделки, выкуп стратегам стартап-проекта исчисляется плюс-минус десятками миллионов долларов, то по всему миру это может исчисляться сотнями миллионов долларов, миллиардами долларов. По такой логике будущее наших казахстанских стартапов, на самом деле, хороших, оно весьма туманно. Наоборот, наоборот. Я хочу сказать, что казахстанские стартапы имеют на сегодняшний день, на мой субъективный взгляд, максимальную поддержку со стороны государства, со стороны именно таких государственных организаций. Вот взять, пожалуйста, на хаб, который делает просто огромную работу. Давайте конкретный пример разберем стартапы, которым рассказывали мы в одной из программ. Например, Агроген. Это выпускники Оксфорда вернулись в Казахстан. Они очень хотят помочь и развить наш сельхозотрасль. Вот они придумали мониторинг полей, это метеостанции, это онлайн-общение с агрономом и так далее. Хороший стартап, который может реально помочь нашим мелким хозяйствам. Львиную долю отрасли во Франции тоже составляют именно мелкие хозяйства. У нас же мелкие хозяйства ничего не могут. Вот это хороший стартап, который может помочь. Но получается, по такой системе они не могут пойти. И тогда, значит, им не приходится рассчитывать на вот такого бизнес-ангела. Почему? Это, кстати говоря, агросектор, именно агротех, это очень потенциально вообще интересная история. То есть, например, для тех людей, которые в этом лучше разбираются, из этой отрасли, это потенциально интересный может быть проект. Вопрос же в чем? Вопрос в том, что у нас, например, 8 тысяч мелких хозяйств. У них стоит 40 тысяч тенге годовая подписка. Вот умножая на 8, если они все 100% подпишут, что нереально. Ну вот вам и цифры. В том-то и дело. То есть, грубо говоря, если, скажем, тот или иной проект решает вопрос только 8 тысяч, как сказать, хозяйств, не то, что неинтересно, то давайте это назовем социальным проектом, понимаете? Социальным проектом, который будет обслуживать и будет, скажем, брать деньги, ну, как бы за подписку только для того, чтобы, ну, оставаться на плаву. Это очень хорошая социальная история. Грубо говоря, почему бы их не поддержать, как меценату? Потому что я не только инвест, но еще и меценат. Ну, давайте поддержим, поможем нашим мелким хозяйствам. Ну, давайте не будем прикрываться ширмой, что это стартап, который, понимаете? То есть, мы там, если у вас нет модели масштабирования, давайте не будем использовать венчурную терминологию и всех окончательно запутывать. Но я уверен, что агроген, у него очень большой потенциал, потому что такие хозяйства, это же не только Казахстан. То есть, мы как раз об этом и говорим, что почему вы ограничиваетесь Казахстаном? Если вот, например, передо мной будет сидеть основатель этого проекта и будет говорить только за Казахстан, ну, ребята, извините, как бы вы молодцы, давайте поддержим, давайте, не знаю, как-то вот, чтобы у вас все было, чтобы у фермеров все было хорошо. Но если они говорят, мы сначала на Казахстане закрепимся, докажем, как эта наша технология работает, потом пойдем сюда, пойдем туда, пойдем, я не знаю, там, условно, в Канаду, где еще там больше всего, я не знаю, там, в Европу, в Юго-Восточную Насту, где многомиллионные населения и так далее, почему бы и нет? И тогда мы видим, что вот вы говорите, 8 тысяч, а может быть нужно, как бы, если они прицелены не на 8 тысяч, не только на 8 тысяч, а на там 8 миллионов самых разных субъектов бизнеса из сельскохозяйственной отрасли, это вообще супер история. Почему в Казахстане так мало бизнес-ангелов? Ну, потому что только еще развивается все, не все сразу, постепенно, постепенно вот меняется, меняется вот менталитет традиционных бизнесменов, которые решили стать инвесторами. То есть вот, когда вот меня кто-то спрашивает, чем я занимаюсь, я когда говорю, то сразу говорят, а какие дивиденды? Ну, то есть вот у людей нету достаточно знаний. Долгое время наши студенты, даже на программе бакалавриата, они не знали основы финансов. И совсем недавно мы, одним из требований для бакалавров стало как раз-таки изучение финансов, изучение основ инвестирования, как раз-таки в акции, в облигации, основы бухгалтерского учета. Новое поколение, оно намного более, может, заинтересовано в этих новых видах сбережений, инвестирования. То есть со временем эта культура, я думаю, она начала развиваться, и ключевым фактором будет образование. В Америке рынок намного более развит, то есть он начал функционировать еще в середине 20 века. То есть все нами известные компании, такие как Apple, Microsoft, IBM, все они были на раннем этапе как раз-таки профинансированы венчурными капиталистами этим видом финансирования на ранней стадии. То есть там это намного более развито с точки зрения и законодательной базы, и культуры инвестирования. Ну, в Казахстане, конечно, рынок намного более моложе. В Казахстане даже если говорить про более простые инструменты, финансовые инструменты, такие как акции, облигации, люди до сих пор как бы неохотно инвестируют в эти инструменты, то если говорить о венчурном финансировании, это, возможно, можно сказать, следующий шаг на горизонте у казахстанцев. Первое – это, я считаю, нехватка информации. То есть когда вы в Астане или в Алматы, вы очень хорошо вращаетесь в кругу того же Most Ventures, Astana Hub, здесь есть там Нурист и так далее, и вам кажется, что как бы и вы подписаны на определенные паблики и так далее, и вы понимаете, что вау, ну как бы все об этом в курсе. На самом деле нет. Поэтому я начал говорить, что, ребята, вот вы же вкладываетесь в квартиры, вот условно, вместо того, чтобы покупать еще две квартиры в комнатной в Астане, вложитесь в пять стартапов. Потому что, например, рынок недвижимости, он может как и проседать, то есть не факт, что вложенные именно как инвестиции, деньги, они будут расти, ваш капитал будет расти, понимаете? Он может расти в тенге, а в валютном выражении он как бы остается на том же уровне, то есть нет прироста. А венчур, да, вы можете что-то потеряете, но может быть это… И тогда им стало интересно, ну-ка, ну-ка, прекрасный пример. На квартирах понятнее. На квартирах понятнее. То есть именно это мы и собираемся делать. Мы хотим говорить с нашими состоятельными частными лицами. Почему я говорю не только бизнесмена? Потому что это может быть человек, который заработал свои деньги на фондовом рынке. Это прекрасно. Кто-то зарабатывает на недвижимости. Мы говорим, у вас же должен быть диверсифицированный портфель. Вы зарабатываете на недвижимости чуть-чуть, что-то вкладываете в фондовый рынок, что-то вкладываете, ну, понятно, там, свой бизнес где-то развиваете, а что-то вкладываете в венчур. То есть мы про это говорим. Ни в коем случае про последние деньги вообще речь не идет. Если вы, например, условно, продали квартиру, и вы думаете, я пока поживу, ну, к примеру, в арендованный, но зато заработанный на вечер – это абсолютно не та история. У вас должны быть абсолютно свободные деньги, которые вы готовы, в принципе, потерять. Всю сумму своих сбережений куда-то в одно инвестировать вообще не надо, нежелательно. Ну, только на депозит, если положить. А всю сумму в инвестиции, в недвижимость не надо. Всю сумму в венчурные инвестиции тоже нежелательно. То есть там маленькую часть – 10-15%. Вот. Что из этого лучше? Ну, кому что? Вот если денег достаточно, то можно и туда, и туда дифферсифицировать, и в недвижимость там что-то вложить, какую-то купить недвижимость коммерческую. Вот. И венчурные инвестиции, можно часть традиционной инвестиций. Нет какого-то предпочтения для человека, зависит, кому что больше нравится. Вот почему у меня именно вот так? Потому что мне это интересно. Допустим, инвестировать в недвижимость – это не очень интересно. То есть вы недвижимость покупаете, и все. И вот потом, допустим, ее сдаете. Ждете, когда она сдастся, ведется в акултацию, и потом вы ее сдаете. Это нет никакого тут движа, драйва никакого. Нет, ни с кем не общаетесь, кроме арендатора. Вот. В венчурных инвестициях есть. Там есть какая-то определенная комьюнити тоже вот таких же инвесторов. То есть вы с ними встречаетесь, ездите на какие-то форумы, какие-то там встречи, общение какое-то происходит. Это первое. Второе – вы всегда себя чувствуете как бы причастным к развитию технологий и инноваций в стране. Вот если сейчас нас услышат предприниматели или просто люди, у которых, я не знаю, условно, 100 тысяч долларов есть, и которые сейчас задумались о том, почему бы не инвестировать. С чего начинать? Мы хотим создать именно сообщество состоятельных людей, которым интересно вкладываться в венчурные технологии. И потихоньку, мы же Астана Венчур Клаб, мы потихоньку их будем ливить к тому, попробуйте, вот вам три иностранных проекта, вот один казахстанский. Вот посмотрите. Видите, ничем не хуже. И так далее. Вот такую работу будем. Но сначала мы будем проводить обучение оффлайн, в онлайн-режиме, потому что теоретическая база важна. Очень важно теоретическую подготовку. Вот с чего начать? Во-первых, начать с того, что сколько вы готовы, допустим, ежегодно на это вкладывать. И чтобы вы были, это должны быть абсолютно свободны деньги. Ну, к примеру, у нас большинство людей покупает и в Стамбуле, и в Дубае жилье, да, где, например, условно, могут в Астане два этажа вы купите или подъезды вы купите. Это нормальные сделки. Могут привести там большую спецтехнику, большой этаж спецтехники из Китая, привести, ложиться. Понимаете, это тоже такой своего рода проект. И потом на это зарабатывать. Это так называемый традиционный бизнес. Но если вы за миллион долларов покупаете где-то спецтехнику, но у вас еще осталось 100 тысяч долларов, рассмотрите. Первое, что надо, вот, что я рекомендую, не то, что надо, как бы то, что я рекомендую, это сначала получить какие-то базовые знания, основы. Все выучил, потом вступить в клуб какой-нибудь. В Казахстане есть несколько клубов. Вообще отлично в них вступаешь, и все. То есть ничего особо делать там. Уже вот какие-то знания не нужны такие специфические. Все, клуб будет предоставлять все, предоставлять сделки. Все, что нужно сделать, это смотреть, вот нравится, не нравится. Вот сейчас кто-нибудь из наших зрителей посмотрит нашу программу. У человека есть финансы, ну, какие-то сбережения, которые он теоретически может инвестировать. С чего вы посоветуете начать? Ну, начинать с венчурного инвестирования я бы, скорее всего, не стал. Я бы, ну, все мы знаем про базовые инвестиции в Казахстане. Это депозиты, это недвижимость, да, как вы сказали. Следующий шаг, скорее всего, будет, это акции и облигации, листингованные на бирже, которые данный человек может открыть брокерский счет и начать инвестировать, понимать, что такое компания, что такое прибыль, что такое отчеты, то есть начать знакомиться с миром инвестиций, что такое дивиденды и так далее, и тому прочее. После этого, возможно, этому инвестору, если он будет дальше развиваться, ему интересны новые финансовые инструменты, то, возможно, следующим шагом и станет венчурное финансирование, венчурное инвестирование. И там, я уверен, что на площадке МФЦА, Международного финансового центра Астана, много ресурсов и инфраструктура, как раз таки, которая может помочь. Вы сказали, что у вас в портфеле 6 проектов. Как давно вы ими занимаетесь и сколько вы заработали? Давайте вот так. Хорошо. Можете в процентах сказать. Да. 6 проектов, из них 2 уже на списании. Сколько вы потеряли? В одном где-то 20, в другом 25. Ну, где-то 45-50 тысяч. По-моему, 20-25. Я уже не помню, но в среднем я всегда вкладываюсь 20-25, самый большой чек, это будет 50 тысяч. То есть я как в синдикате бизнес-ангелов, как один из 20 бизнес-ангелов, я вкладываюсь небольшими чеками. Или один из 50 бизнес-ангелов. То есть вот такие синдикаты можно создавать. Вы даже друг друга не знаете в этом синдикате, но у вас будет прямой. Сколько вы потеряли? У меня экзитов еще как таковых не было. То есть, например, я могу об этом точно сказать, когда, допустим, та компания, куда я вложился в этот проект, он сделает экзит, то есть будет выход, либо IPO, либо его стратег выкупит, и тогда можно говорить, что вот я столько заработал. Но, например, есть такая история, когда из моего, из шести компаний два на списание, два вот такой, знаете, ни туда, ни сюда. То есть уже идет тенденция к тому, что они, скорее всего, превратятся в некий такой традиционный бизнес, с какими-то дивидендами и так далее. Есть еще два проекта, вот именно два, которые вот остались, скажем, скажем, мой личный золотой фонд. Это получилось так, что они оба американские, с выходцами из СНГ. Я вкладывался туда по оценке 15 миллионов долларов. Такой вот был на тот момент оценка. Я вложился в синдикате, там был очень крутой большой венчинный фонд. На сегодняшний день они еще после этого раунда подняли. После этого идет большая работа, то есть готовятся к следующему раунду. По предварительной оценке, например, как мы там инвесторы видим и как вообще чувствует себя рынок, то есть этот статап может потенциально, два из них, один может стоить условно от 250 до 300 миллионов, должен поднять на следующем раунде, то есть будет стараться поднять. Другой там где-то от 150 до 180 вот в этом промежутке. Туда я вообще вкладывался при оценке 8 миллионов. То есть вот если будет такой рост и я не подниму следующий раунд и мне сделают предложение, чтобы я вышел, это будет отличная сделка для меня. Любой рынок, если мы будем сравнивать с какими-то эталонами, ведущими рынками, типа Кремниевая долина или, допустим, рынок Китая, всегда может показаться недоразвитым, недостаточно большим, но здесь самое важное это не смотреть в абсолютном таком как бы состоянии сейчас, а относительно прошлого периода. Важно, чтобы венчурный рынок развивался и чувствовал себя немножко лучше, чем это было в прошлом, и это сейчас в Казахстане заметно, ну вот поэтому, если это есть, значит, есть перспективы, и перспективы как для стартапов, так и для инвесторов. Пока мы снимали серию наших программ, один из казахстанских стартапов Серебра получил возможность продвижения в Кремниевой долине. Наш соотечественник Дожан Жасупов прошел со своим проектом в акселерационную программу Старт-Х и стал постоянным участником сообщества. Рассказав о почти двух десятках стартапов, наша команда уверена, они не сырьевое богатство нашей страны. Интересных проектов множество, но о них в следующий раз. До встречи.